Это Финам.ФМ. Начинаем нашу ежедневную вечернюю интерактивную программу «Реальное время» в студии Юрия Пронькова. Напомню, в самом начале наши средства коммуникации. Многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495. И финам.ФМ – это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть вы уже моих гостей видите. Тема сегодняшней программы «Почему в России так популярно понятие сильного государства?» Вы знаете, я могу по-разному, конечно, интерпретировать понятие «сильное государство». Но для меня «сильное государство» – это когда я вижу объявленный Минпромторгом конкурс на разработку гибридного легкового автомобиля «Бензин плюс электричество». Сумма сделки – полтриллиона. Вы миллион себе можете представить? А вот теперь представьте полтриллиона, 500 миллионов. Очередной госзаказ, очередной так называемый госзаказ, очередной так называемый победитель. Нет, победитель-то не так называемый, а очень даже конкретный автоваз. Вот понимаете, полмиллиарда, полмиллиарда. Хочется спросить господина Путина и господина Медведева, они вообще не боятся за страну? Им не страшно то, что мы сейчас видим? Но, по всей видимости, для кого-то это сильное государство. Обсудим это с разных точек зрения с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович, вечер добрый. Добрый вечер. Публицистом Владимиром Поповым, Владимиром Даниловичем, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хочу сейчас в самом начале услышать вашу версию сильного государства. Что это по-вашему, Алексей Кириллович? Кто это? Или что это? Сильное государство, это группа, захватившая власть, которая недостаточно легитимна для того, чтобы чувствовать собственную безопасность. Поэтому максимально обеспечивающая собственную безопасность путем принятия всевозможных законов и решений, которые бы обеспечивали ей благополучие и ее существование. Вот это ваша интерпретация. Да, это моя интерпретация. А сейчас, Владимир Николаевич, как вы? Ну, каждая интерпретация имеет право на жизнь. Поэтому вы очень правильно сделали, что решили понятийный аппарат отработать. Конечно же, нельзя сводить сильное государство таким понятием, как азиатская деспотия, тоталитарное государство, фашистское государство и так далее. Сильное государство, это государство, которое эффективными методами способно осуществить, защитить конституционные права людей, живущих в этом государстве. Только такое государство является сильным. Все остальное, это от лукавого. Поэтому можно, конечно, сказать, как Людовик XIV государство, это я, и быть абсолютным монархом, но это совсем не означает, что это сильное государство в этом понимании. Но в данном историческом времени оно для тех, кто был под этой монархией, оно выглядело сильным государством. На ваш взгляд, вот на территории нынешней России существовало сильное государство? Ну, если говорить о моем определении, то сильного государства в этом понимании, который, ну, на самом деле, отражал бы глубинные, скажем так, чаяния народа, не было. А в чем причина? А в чем причина? Причина в том, опять-таки, это тоже моя точка зрения, дело в том, что государство сильное не может быть без элиты, которая должна воплощать в себя вот эти чаяния и свои, и, естественно, чаяния народа, которая в данном случае должна быть порождена самим народом. Но Россия была лишена этой элиты, потому что та элита, которая была сформирована в послепетровский период, она была уже изначально оторвана от народа. И поэтому то дворянство, многие из которых верой и правдой служили России, как они ее понимали, они все-таки были воспитанники не столь русской культуры, а культуры французской прежде всего. И весь остальной народ, для них все-таки это была темная, так сказать, масса. Поэтому ведь не случайно, когда мы воевали с Наполеоном и празднуем Бородинскую битву, то дубина народной войны, партизанской войны, очень часто хаживала не только офицеров и солдат французской армии, но и когда подругу попадались офицеры русской армии, то особенно не разбирались, потому что они были очень похожи. И все говорили при этом на французском языке. О чем это говорило? О том, что основная 98-процентная масса людей, живших в России, была бесконечно далека от этой небольшой прослойки элиты. Ничего не изменилось за 200 лет? К сожалению. По факту. Но, может быть, французский поменяли на английский? Я вам хочу сказать, что по большому счету ничего не изменилось. Элиты, как не было полноценной, национальной элиты, как не было, так и нет. И та элита, которая сегодня, допустим, сформировалась, она, конечно, чужда, по большому счету, вот этой массе остальной. Алексей Кириллович. Ну, у меня совсем другие, как говорится, представления об этой истории. Поэтому мы пригласили вдвоем. Да, я понял, да, нормально, все чужие, как говорит. Мы даже до того, как прийти к вам за этот стол, мы попытались найти общий язык. И вполне, как говорится, с этим вопросом справились. Значит, просто дело заключается в том, что ту элиту, о которой говорит мой собеседник, ту элиту всю. И отнюдь не дубина граждан, это самой народной войны. А, как говорится, вполне коммунистическая идеология уничтожила всю ту элиту и заменила ее совсем другой элитой. И природа этой элиты совершенно другая. Значит, это сейчас стало модно вспоминать, что, оказывается, у нас там дедушка был Михалков, значит, а бабушка была графиня или там княжна Аболенская, как моя бабушка. У меня бабушка княжна. Но кто об этом вспоминал, пока, как говорится, пока у нас была другая совершенная элита? Я не по этому поводу попадал в элиту. Совсем из других соображений. Это я вам приведу один смешной пример, совершенно неожиданный. Есть справочник, выпущенный к 70-летию литературного института. Так. Там есть два десятка фамилий из первых выпусков, которые пришли в литинститут после того, как из интеллигентной семьи пошли зарабатывать себе пролетарское происхождение. И среди этих людей мой папаша, Долматовский, Михалков, как говорится, вполне не последнего рода, значит, выпускники литературного института. Они превращались в элиту по мере разрешенности этого властью. У нас... А кто ж тогда сама власть? Власть? Если она санкционирует человеку прикоснуться к калитарности. Значит... Это что, некая сакральность? У нас трагически сильное государство было в 37-м году. Так. Трагически сильное государство, которое могло себя жрать, не подавиться и не самоуничтожиться. Поразительной силой самоедства, которое было свойственно этой власти и свойственно ей было до самого конца. Она и сегодня... До 91-го? Да, конечно, и даже позже. Она даже, она после этого тоже продолжала еще сама себя есть. И, в частности, история с ГКЧП, это история того же самого самоедства, этой самой власти. Нынешняя власть. Значит... Вот просто хочу понять, именно применительно к современной России, это понятийное словосочетание применительно? Самоедская власть. Саможжирающая власть. Нет. 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 Другосжирающая. Не саможжирающая. Это изменит, это меняется. Ну, что же вы хотите, чтобы все оставалось, как было. Нет. Это власть, которая сама себя бережет. Мы бережем всех наших друзей. И по кооперативу, и по ленинградскому этому самому... Садовому обществу. М? По ленинградскому садовому обществу. По ленинградскому садовому обществу. По ленинградскому садовому обществу и по другим. Мы очень бережем этих самых друзей, потому что у нас больше никого нет. Это и есть власть. Это есть власть, но это не есть сильное государство. Это не есть сильное государство. У нас нет сильного государства. Ну вот именно поэтому мы даже не расходимся, просто мы говорим о разном. Я утверждаю, что если бы в России была настоящая национально ориентированная современно мыслящая элита в 1917 году, то февральский переворот не закончился бы поражением этого переворота и не перерос в октябрьский переворот. Потому что ни одна из социальных прослоек, ни буржуазия новая, которая еще не успела созреть, ни тем более старое дворянство, которое уже полусгнило, и на 60% оно было не русским и не великоросским по своей сути, ибо слишком свободно туда принимались и представители малых народов, имею в виду и кавказских и так далее. Если бы это не было бы растворено, если бы это все не изгнило, то никогда бы и не было бы октября с его этим первородным грехом ранних большевиков, и никогда бы у нас не было вот этой всеуничтожающей гражданской войны, которая длилась несколько десятилетий. Потому что люди, прошедшие через гражданскую войну, это люди опустошенные, в них ничего человеческого не остается, потому что слишком много крови. Мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей. Я напомню, здесь у нас Алексей Симонов и Владимир Попов. Говорим, почему в России так популярно понятие сильного государства. Вообще, я считаю, что пропаганда действительно злую шутку сыграла с этим понятием, да, и она продолжает долбить эту тему, потому что я когда включаю каналы, которые, кстати, существуют на наши с вами деньги, да, деньги налогоплательщиков, они очень активно это обсуждают и вдалбливают. При этом у них между понятием власти сильное государство вообще никакого промежутка нет. Краткий выпуск новостей, затем продолжаем. 19 часов 18 минут. Это реальное время. Финам. ФМ обсуждаем сегодня тему, почему в России так популярно понятие сильного государства. Свои мнения присылайте свои письма на финам.фм. Там идет прямая веб-транскляция. Вы видите Алексея Симонова и Владимира Попова. Наш многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495. Ну, я подключил также свой аккаунт в Твиттере. Можете писать туда, я вижу, что вы это делаете. Алексей Кириллович, а вот на ваш взгляд в массовом сознании сильное государство в России это что? Это победа в Великой Отечественной войне. Вот. В массовом сознании сильное государство это победа в Великой Отечественной войне. А применительно к нынешней ситуации? А применительно к нынешней ситуации 70 лет Великой Победы над немцами в Великой Отечественной войне. Все? Все? Никакого иного? Никакого иного, никакой иной подоплеки по большому счету не знаю. Никакой другой основы для понимания величия этого государства не существует, на мой взгляд. А победа существует в реальности. Хотя и 70 лет тому назад. Согласен, да? Я согласен с тем, что это важнейший фактор, ибо он пробуждает гордость, что немаловажно для национального самосознания. Но есть еще фактор, о котором я думаю, что стоит говорить. Дело в том, что в условиях беспредела всегда должна быть некая надежда. И в России именно так всегда и было. Почему в России было то, что мы называем сильным государством. Это надежда на центральную власть, которая должна быть защитницей. Ведь не случайно за Путина проголосовало, даже пусть там что-то было не так, но подавляющее число людей, которые обеспечили ему победу. А вот вы мне объясните, вот эту сакральность, да, сакрализация центральной власти. Вот он живет, я не знаю, там, я жил 30 лет в Якутии, да, я знаю, что это такое. Потом 5 лет я учился в Новосибирске, да, вот, буквально всего 6-й год здесь, в Москве, да. Какая мне по барабану разница, там, вот, как моя жизнь может зависеть от Путина, да. Я там, простите, строительство сортира на Камчатке сейчас, благодаря бюджетной политике Минфина, да, в обязательном порядке должно согласовываться с Москвой. Я знаю лучше на Камчатке, где сортир ставить, да. И вот в то же самое время... Гены, гены, гены сказываются, потому что наше огромное пространство, незащищенность человека от местных наенов, вы же из Якутии, вот, всегда порождало надежду, что есть верховная власть, уж она-то рассудит, уж батюшка-то царь защитит. И никуда мы от этого не денемся, это основная часть, кстати, важнейшей ментальности нашего народа пока, пока. Четыре года назад, или три года уже, сейчас не помню, я специально из Абакана до Новосибирска проехал на машине. И в процессе этого передвижения... На ладе колени? Нет. Не на желтой, нет? Я не доустоился этой чести, поэтому ехал немножко в других условиях. И я провел там десятки встреч в местных кафе, забегаловках и так далее. И везде обсуждал вот эту проблему. Я работал над той книгой, которая у меня сейчас вышла, «Россия», я еще ее задумал, «Испытание смутой». Я вам скажу, что в 90 примерно процентах все вот те разговоры, которые были, полностью отрицали уже вот эту генетическую наследственность. Никто уже из тех, с кем я беседовал, ну, будет, это погрешность, конечно же, не верит уже в верховную власть в России. Но, тем не менее, тем не менее, люди продолжают голосовать, потому что голосовать, вроде бы, как им кажется, и... Больше не за кого. Нет, так может быть, в этом ничего плохого нет, что сакральность, понимаете, вот она исчезает, она растворяется. Она становится эфемеризмом, ну, и туда ей дорога. Я же не говорю, что это плохо. Другое дело, ведь мы выбираем верховную власть, мы же, опять-таки, порождаем иллюзии и надежды. Когда происходят выборы без выбора, когда мы снова говорим, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, тогда много теряет смысл. Понимаете, в чем дело? Все это обесценивается. Но от этого мы никуда не денемся. Получается, что слабое государство, слабое гражданское общество, все слабое. Так, Алексей Георгиевич? На самом деле, я вообще не знаю, у кого сильное государство, что такое сильное государство, по большому счету, не понимаю. Потому что, если представить себе, что сильное государство это то, которого боятся соседи, то это мы пытаемся надувать щеки и по сию пору. И причем со страшной эпической силой, отвергая и отторгая тем самым бывших, самых близких своих знакомых и родственников. Тех, которые были с нами, что называется, в одной стране. Значит, именно путем вот этого вот постоянной угрозы русификации, экономического давления, забирания, так сказать, ограничения автономии и так далее и тому подобное. Там масса вещей. А значит, ну, как говорится, ну, это не сильное государство. Это не сильное государство, это сильный испуг. А государство от этого, значит, в свое время, это было связано с деятельностью серьезнейших организаций, которые потом были благополучно уничтожены самим нашим государством. Но это было связано с Коминтерном, это было связано с огромной, значит, огромной идеологической волной, которую мы гнали по всему миру. И она кое-где давала реальные всходы. И, значит, и коммунисты во Франции были первой партией, и коммунисты в Италии, значит, были серьезной силой и так далее и тому подобное. Значит, это мы их заразили. Мы были не сильные, а очень заразные. Но зараза была такая сильная, что надо сказать, что, как говорится, удержаться было по сию пору еще кое-где еще выстреливает. Поэтому, на самом деле, традиции, менталитет, ну, очень хочется считать, что мы вообще белые люди, а все остальные чурки. Значит, это вот, значит, это вы как, помните, был анекдот про этого самого, про Толстикова, первого секретаря Ленинградского обкома партии, который приехал в Китай, послом в Китай, который вышел из самолета, посмотрел, сказал, а, ЖД, прищурились. — А, браво. Это Алексей Симонов, я так на всякий случай напомню нашим слушателям, да? — Шутка на Финам-ФМ. — Да, Владимир Данилович, а как вы считаете, вот в России слабое гражданское общество? То есть у нас все слабое? — Ну, на самом деле, никакого гражданского общества нет. Я вообще считаю некорректным даже сама постановка этого вопроса. Общество атомизировано. Понимаете? И за эти 20 лет не успели создать и этому не способствовали вот таких объединений, уверенных в себе людей, которые могли бы отстаивать коллективно свои интересы. Вот если не будет вот этого расслоения по социальным слоям, по интересам и так далее, людей, независимых экономически, прежде всего, от этой среды экономической, то никогда ничего у нас не будет. Никогда. — Ведь почему рассыпалось очень быстро советское общество? И все забыли, что в 80-м году все писали, что на 80% они, допустим, не русские, не киргизы, а советские. — Почему сейчас исследования 2010 года говорят о том, что примерно 70% пишут, что они россияне, а не русские. — 70% да? — Да, что они россияне. Это касается русских территорий, так называемых. Хотя все у нас Российская Федерация. Понимаете? Вот так и здесь получается. Люди не стали более независимыми. Они ущербны изначально. Потому что если в годы советской власти человек терял работу по каким-то мотивам, то вы же знаете, даже устроиться с метлой было довольно сложно. И человек вынужденно был тем, каким хотели его видеть. Не всегда это было плохо. Потому что все-таки сеяли и добрые, и вечно. И старались. И много работало педагогов и людей, которые ведь не призывали есть собственный народ. — Но это рухнуло. — Но это рухнуло. Рухнуло потому, что как раз и не было индивидуально сильной личности, которая объединяется в зависимости от своих интересов, осознав свои и права, и обязанности, и так далее. — Разве государство заинтересовано в сильных личностях, индивидуах? — Вот как раз то сильное государство, о котором мы говорим, как об идеале, оно может опираться только на такие сильные личности. Не на индивидуум как таковой, а на соединение этих индивидуумов, но осознанное соединение. Поэтому о чем сегодня говорить? Если то социальное расслоение, которое в обществе сегодня есть, оно просто чудовищное. Никаких там 15%, 17% речи не идет. На самом деле речь идет о 30-40%. А если брать верхушку, так сказать, олигархическую, то там вообще несопоставимые. Ну как в этих условиях? Человек может чувствовать себя защищенным. — Вы имеете в виду в 30-40 раз яма? — Совершенно верно. — Между крайне бедными и крайне... — Да, 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 да. Вот. Это имею в виду. Ну как в этих условиях? Недавно слушал, кстати, не помню на какой программе, провели исследование. Как современный человек, живущий в России, относится к возможному кризису? 60 примерно процентов ответили, да что никак. А почему? — задают вопрос. А почему вы ничего не делаете для того, чтобы к этому подготовиться? А как мы можем готовиться, если у нас для этого нет денег? — То есть нищая страна. — Нещая страна, но у нас примерно вот это 60, даже, скажем так, до 80 процентов, я думаю, что люди очень не уверены в своем экономическом состоянии. Оно же зыбко, оно зыбко. Она полностью, к сожалению, съездится на наших углеводородах. — Альсей Кириллович, с чем я согласен? — Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. Мы хлеб едим, мы воду пьем, мы укрываемся, трепьем и все такое прочее. А между тем дурак и плут, одетый в шелковина пьют и все такое прочее. Так вот, на самом деле, я глубоко убежден в том, что гражданское общество в России формируется. — Формируется. — Формируется. Оно еще значит и... Ведь эти выходы, вот декабрьский, январский, это мычание гражданского общества. Это пока еще не речь, это мычание. Но это объединение инстинктов в единый поток, в единый порыв. И это серьезно, это на самом деле оптимистично. И именно поэтому с этим, с таким усердием стало бороться, значит, наше сильное государство, которое считает себя сильным, потому что хочет, чтобы его никто не трогал. — И да, и нет. — Прервемся сейчас на краткий выпуск новостей, а затем продолжим наш спор. 19 часов 31 минута, Финам.ФМ. Реальное время. Здесь у нас в московской студии прямого эфира Алексей Семенов и Владимир Попов обсуждаем вопрос, почему в России так популярно понятие сильного государства. Владимир Данилович, вы были не согласны. — Сформулируйте ваш вопрос в этой связи. — Нет, я хочу просто понять. Вот господин Семенов говорит, это было мычание в декабре, но это нарождающееся гражданского общества. — А в чем мой уважаемый коллега противоречит мне, когда я сказал, что нет сегодня того реального общества, к которому мы стремимся. Есть пока мычание ягнят, при том очень локальное. Вышла определенная категория офисных, так сказать, ребят, студентов, которые во всем мире выходят по случаю и без случая в Москве, в столице нашей Родины, и высказала свое некое несогласие. Но никто не структуировал это несогласие с чем. А вся остальная Россия, она находится в своей жизни, далекой от наших московских страстей. Поверьте мне, вот я опять только что вернулся из своей родной Сибири, опять посетил свою родную деревню Таежную, где я родился и до 8 лет рос, посетил школу в районном центре, который я заканчивал. Я посмотрел на людей, я снова поговорил. — И? — И, я вам скажу, что впечатление удручающее. Люди живут своей заземленной жизнью, люди борются за существование. Лишь некоторые из них делают все для того, чтобы их дети получали хоть какое-то образование. Огромная масса деградировавшего населения. И это реальность. Поэтому говорить о том, что вот сейчас в Москве вышли несогласные, там во главе с Навальным, Собчак, героями нашего времени. — Заметьте, Зоин Симонов этого не говорил. — Вот, нет, нет, это я уже, так сказать... — Да-да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. — Так говорят другие. Ну, совершенно не так. Да, мы хотели бы, чтобы общий... Вот сегодня эмбрион этот уже как-то бы принимал определенные очертания. То, о чем я говорил, когда собрались люди, объединенные интересами, с пониманием того, чего же они хотят или хотя бы чего они не хотят. Вот первый этап, чего они не хотят, он сегодня как-то проглядывается, чего люди не хотят. И это очень важно. Но повторяю, что все это находится в раннем, так сказать, эмбриональном состоянии. И нам нужно еще длительное время для того, чтобы появилось структурированное общество, на которое можно опираться. Потому что, ну, все западные общества, государства опираются на так называемый средний класс. Но дело в том, что этот этап в развитии прошел на Западе. Средний класс деградирует везде, потому что новые технологии делают его ненужным. Мы сегодня стараемся сформировать средний класс, но не из работающих на реальном производстве. Сегодня мы искусственно делаем средний класс, на который можно опереться из госслужащих. И поэтому раздуваем аппараты, раздуваем госслужащих, платим им средненькую зарплату, которой они рады, потому что другой они просто не заработают. И думаем, что это как раз социальная база для нашей благополучной жизни в будущем. Но это так думает Путин и те люди, которые его окружают. Совершенно вот именно, как говорит мой друг, да. Конечно же, так думаю, так хотелось бы видеть, но это же не соответствует действительности. Вы знаете, у меня смешная штука. Значит, я тоже... Сейчас еще будет один один кто. Не в последний, нет, не в последний, не в последний путешественник. Значит, я... И тоже бываю. Да, значит, два месяца тому назад я был, между прочим... Юра, вы будете очень удивляться, но я пять дней провел в городе Якутске. Так. Значит, я поехал... Смог не попали? Я, а? В горящий лес не попали? Нет, в горящий лес еще не попал. Так что все было, как говорится, в этом смысле нормально. Я не был последние лет 20. Вообще, первый раз я в Якутии был в 56-м году, чтобы вам было совсем смешно. Я работал в экспедиции в Аймеконе, значит, в Тамторе, 240 километров от ближайшего населенного пункта, 68 градусов ниже нуля. Значит, я довольно прилично знаю тамошние условия. Значит, после этого я много раз был в Якутии. В этот раз мне очень показалось, что Якутск стал совсем другим городом. Это правда. Мне он, значит, мало того, в нем появились люди, которых там не было. Я помню, что меня, значит, я вышел из Комсомола в связи с 20-м съездом. Значит, и меня тамошний комсомол, значит, секретарь горкома комсомола приехал специально на мерзлотную станцию для того, чтобы меня, значит, вовлечь обратно в ряды ВЛКСМ. Это представить себе нельзя, но это все была такая идеология. А сейчас ходят вполне свободные люди, вполне свободно разговаривают, понимают, где они и что с ними происходит. То есть, на самом деле, ну, скажем там, ну, Лёва Левин, знаете Лёву Левина? Конечно. Конечно, Леонида Ирмича, Лёню Левина, да. Легендарная газета «Якутск вечерний». Совершенно справедливо. Но «Якутск вечерний»-то существует. Это правда. И он реален. Прямо такой у нас ностальгический разговор начался. Значит, я просто... Но это правда. То есть, это газета, которая имеет в Якутске, то есть, даже если с максимумом 300 тысяч населения в Якутске, 60 тысяч экземпляров выходят газеты. И о чем это свидетельствует, коллега? Это свидетельствует о том, что потребность в каком-то осмысленном противостоянии есть. Просто она не сформулирована. И, к сожалению, вы совершенно правы. Это, кстати, несмотря на то, что 6,5 часов перелёт. Да, но это, между прочим, не Москва. Совсем. Даже не Москва. И даже не близко к Москве. Значит, поэтому, ну, что называется, вообще, на самом деле, к сожалению, урбанизация происходит такими быстрыми темпами, что если судить по деревне, то вы будете абсолютно правы. Если судить по городу, то нам с вами придётся начать разговор сначала. Понимаете, в чём дело? Никогда не поздно всё начать сначала, как и в любви. Дело в том, что вот всё-таки мы с вами общаемся в разных слоях. Вы, в силу вашей профессиональной, так сказать, первой любви, всегда, вероятно, больше общаетесь с людьми, которые вам близки. Или в силу прошлых увлечений, которые остались вашей первой любовью. Или в силу того, чем вы 20 лет весьма благотворно занимаетесь. Значит, простите, ради бога, я на секунду вас прерву. Значит, самыми большими моими друзьями были руководители геофизических трестов, крупнейших геофизических трестов в Якутии, с которыми я пьянствовал, ловил рыбу, гостил у них. Они у меня гостили в Москве. То есть, это я не то, что, так сказать, не офисный планктон. Это тоже первая любовь. А как вы посмотрите на другой срез? Вы о Якутии заговорили, я тут же, я вот буквально недавно с тремя выходцами из Якутии беседовал. Опять-таки беседовал в Новосибирске, потому что самое свежее впечатление. Люди разных поколений русские там родились, там выросли, получили образование, вернулись. И вынуждены сегодня уехать из Якутии, потому что идет жесткое выдавливание русского населения из Якутии. Все государственные должности, все заняты местной, так сказать, вот оттитульной нацией. И жить комфортно. Мы даже не знаем, что произошло за эти 20 лет, но вдруг мы почувствовали, что мы здесь чужие. Вот вам еще один срез. Вот еще одна трагедия, которая происходит. Можно предположить, что, возможно, такие проявления есть в Якутске, но ни в Мирном, ни в Нейрюнгре подобное, конечно, не встретишь. Хотя я не исключаю, что действительно, как и в других национальных республиках, здесь Якутия не в сторонках, как говорится, стоит. И Михаил Иванович Николаев сделал свое время. И более того, и наличие нашего с вами на эту тему разумеется. Разговоры свидетельствуют о том, что о сильном государстве, в котором были бы равные условия для различных регионов, нам остается только мечтать или видеть его во сне. Потому что в реальности мы близко даже к нему не стоим. Хотя в свое время было государство насильственное, не просто сильное, а насильственное. СССР? Совершенно справедливо, оно охотно насиловало своих жителей, и этого себе не позволяло. И это жителям не позволяло. И когда я первый раз был в Якутии, даже мыслей такой не было. Но когда я из Якутии улетал в 58-м году, после первых полутора лет, значит, возник Якутский университет. И первые разговоры пошли ровно на эту самую тему вот в 58-м году. Согласны с тем, что СССР было насильственное? Сильное, но насильственное государство? Насильственное, во многом, да. Только давайте не будем забывать, что СССР, особенно сталинский период, это было государство переходного периода. От чего? К чему? А, я скажу, от чего. От того общества, от того государства, которое было до 1917 года, к тому государству, которое получило неправильное название диктатуры пролетариата. Когда пришлось восстанавливать очень многое. Я сейчас не говорю о том, что как раз гражданская война и вот вся эта пролитая кровь, она уничтожила многое, то, что нам могло достаться от того государства, если бы все сложилось по-другому. Но ведь этого не было. И поэтому в условиях переходного периода складывалась и власть, и лидеры были таковы, и многое другое. То, что порождало. Поэтому, конечно, во многом это было насильственно. Но не будем забывать о том, что даже в тот период созидания, оно ведь не было насильственным, как хотели бы сегодня об этом сказать. Потому что все то, что создавалось, в конечном итоге позволяло по социальным лифтам подниматься огромным массам населения. Если бы этого не происходило. Да то, о чем говорил Алексей Кирилл, что приметил к своему отцу, да? Не было бы и, но в данном случае мы речь ведем не о элите. Социальные лифты работали для огромных масс населения, которые поднимались не только до уровня министров, там, руководителей среди машей и так далее. Но люди выходили, вот раньше был такой бой, он инженером работал, он вышел в инженеры. Люди получали образование, люди приезжали в город, и у них появлялась другая перспектива работы на производстве. У них в любом случае повышался их социальный уровень, общеобразовательный уровень и так далее. И их дети уже получали другое образование. Сейчас этого ничего нет? Сейчас, к сожалению, к сожалению, этого нет. Потому что исчезли вот те единые стандарты, которые в условиях тоталитарного, как сегодня принято говорить, хотя об этом ничего, кстати, ругательного-то нет. Вот, по большому счету, если опять-таки... Есть, есть. Это то понятие, которое мы вкладываем. А тоталитарность, как таковая, это означает только лишь то, что существует государственная, ну, скажем так, доведенная, может быть, до крайности воля в обеспечении своих интересов. Другое дело, какие это интересы? Ну, это повсеместное насилие. Ну, государство везде осуществляет насилие, как только что-то противоречит тем интересам власть имущих, которые стоят в данном случае у руля. Так было всегда и так всегда будет в обозримом будущем человека, его природу изменить невозможно. Так вот, я еще раз утверждаю, что... Почему во всех своих книгах, везде я уважительно отношусь к нашему прошлому? Я не разделяю историю России на разные этапы. Это единый исторический процесс. Я не могу ахаивать своих родителей. Они приняли ту власть, то государство. И неважно, навязали им, не навязали, но они с ним жили, и они были счастливы. И мы появились на этот свет от этой любви. И в том государстве я получил образование, и поверьте, замечательное образование. И в том государстве я не был унижен, уже родившись после войны. Я рос нормальным ребенком, с нормальными интересами. Понимаете? Поэтому сегодня-сегодня... Вот я вам скажу одну удивительную вещь. Однажды я проезжал по городишке Черепаново, где закончил среднюю школу. А в Северской области? Совершенно... Я поясняю для слушателей. Верно. И по той улице, и тот домик, где когда-то мы с мамой жили. Это холупка маленькая, 9 квадратных метров, где мы снимали. И вдруг я остолбенел. На заборе сидит мальчишка, очень меня напоминающий, ему лет 9. Он сидит, как я, когда-то, и ногами бьет забор, и очень доволен собой. Я остолбенел, и я подошел и с мальчиком поговорил. Выяснил, кто родители. Потом вышел отец, слегка уколотый. Так, немаловажное дополнение. Да, да, да. И я с гордостью подумал, а будет ли у него такая судьба, как у меня? Прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов 48 минут. Это реальное время. Финам ФМ. Как кто-то сейчас написал и слушал, я уже не найду это письмо. Отличная программа. Только после ее прослушивания жить не хочется в России. Нет! Жить надо в России. Понимаете? Я скажу, как надо жить. Еще не надо вообще. Здесь Владимир Попов и Алексей Симонов. Господа, я сейчас предлагаю пообщаться со слушателями. И вам, и обращусь к слушателям. Так я просто хочу закончить эту мысль. Через три года я приехал. А, про мальчишку, да. Да, и постучался в двери этой квартиры, чтобы поинтересоваться. Мои опасения были напрасными. Вышел окончательно уколотый отец. И я узнаю, что ребенок через год, как мы повстречались, попал под машину. Ну, вот случайность. Ну, какая-то роковая случайность. Вот эти мои мысли. А будет ли у него такая же судьба, как у меня, понимаете? Которая позволила мне из далекой таежной деревни, получив образование. Ибо мама говорила, сынок, главное учись. Грамотные люди будут всегда востребованы. По-моему, все мамы так говорят. Мне тоже так говорило. Поэтому мамы мудрые, поэтому мы их и любим, да. Вот частный пример. Но в этом примере много того горького, что, к сожалению, сегодня из жизни. Я не убежден, что те, кто сегодня живет в моей родной деревне и в тех городах, где когда-то прошла моя юность, имеют возможность получить то, что я получил при советской власти. 65, 10, 99, 6, год Москвы, 495, номер многоканального телефона, финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция. Елена пишет. Недавно общалась с людьми, приехавшими из Нижегородской области. Еще год назад они вообще не интересовались политикой, так как изо всех сил пытались выжить. Им было не до обдумывания причин разрухи. Я вам цитирую письма, как они приходят. Сейчас, пишет Елена, они не просто задумываются об этом. Они уже сделали свой вывод, и этот вывод очень не понравится нашей власти. Так что уверена, не только Москва, но и народ в провинции готов к переменам и понимает, что промедление смерти подобно. Алексей Кириллович, как прокомментируете письмо, Елена? Так замечательно. Как говорится, чем больше будет таких писем и таких людей, в том числе в Нижегородской глубинке, тем лучше для нашего общего будущего. Ничего другого сказать не могу. Абсолютно согласен с тем, что потихоньку пробуждение происходит. Будет деваться некуда интернет, в этом смысле истории, те же, как это называется, он как крот истории, да? Роет и роет, роет и роет. Надежно роет. Но, больше того, телевидение, которое у нас, как известно, отдельная страна и отдельная психология. Это вообще, да. Любимая твоя страна, Юра. Запредельная. Замечательная любимая твоя страна. Зазеркальная. Фокус-то заключается в том, что его же перестают смотреть. И слава богу. Его, слава богу, перестают смотреть. То есть, оно перестает быть источником информации. Мы все время привыкли, что телевидение, источник, для бабушек. Для бабушек еще да. А уже для молодых людей нифига. То есть, как говорится, идет на самом деле, все равно процесс очеловечивания толпы идет, и никуда он не денется. А, Иван пишет, мы отвыкли брать ответственность за свою жизнь на себя. Проще верить в справедливого царя-батюшка. Это я уже из твиттера вам зачитываю письма. Ну, я на самом деле с этим не согласен. Я считаю, что абсолютное большинство граждан России, россиян, русских, все-таки берут на себя ответственность. Да, может быть, они не замахиваются на эти дали, на Московский Кремль, на Садовая и Московскую кольцевую автодорогу. Но на своем-то рубеже они берут на себя ответственность. Нет, к сожалению, это еще пока не большинство. Нет, нет, нет. Это пока, к сожалению, не большинство. Думаю, что нет, еще половины нет. Все время Бернард Шоу сказал, по-моему, удивительную мысль. Я как-то уже об этом говорил. Я говорил, что всего 3% населения способны принимать решения и принимают эти решения. 2% это те, которые не хотят, но вынуждены это делать. А 95% жизни дадут за то, чтобы только не принимать решения. Такова психология массы. Хочется сказать, я за Шоу не согласен. Я понимаю, но тем не менее, в этом парадоксальном высказывании что-то есть. Вот если бы не было вот этого массового нежелания принимать решения, брать на себя ответственность, то мы бы были в совершенно иной ситуации. Давайте по телефону пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Илья. Да, Илья, пожалуйста. Коротеньких. Два вопроса к вашим гостям. Ну, точнее, один совсем коротенький. Вы чуть-чуть передвините. Первый. Совсем короткий. Вот вы в середине этой программы сказали такую... Ну, я понимаю, что вы шутили в большей степени. Такую мысль. Что очень хорошо чувствуют себя белыми, а всех остальных, ну, не совсем белыми. Вот вопрос следующий. А, это Алексей Кириллович, да, тот у нас так похохмел. Смыслив. Ну, как вы думаете? Я всегда... Ну, есть белые, а есть не совсем белые. Угу. Я знаю слово Чурки. Вот. У меня всегда было интересно, и я всегда смеюсь, когда слушаю фамилию нашего полномочного представителя в ООН. Виталий Чуркин. Вот как вы думаете? Это совершенно случайно? Или здесь тоже есть какое-то... Вы знаете... Вам шуткой на шутку. Спасибо, Илья. Это замечательно. Отлично просто. Это трагическая система. Система маутписов, то есть людей, произносящих государственную нужду. Она очень похожа на людей, справляющих малую нужду. Вот я скажу так, понимаете? То есть, грубо говоря, они не регулируют, что они говорят. Они говорят то, что обязаны в этой ситуации говорить. Хуже этого. Придумать ничего нельзя. Так, дальше идем. Дмитрий пишет. Сильное государство. Я живу в маленькой стране на западе Европы. И в последнее время я стал стыдиться того, что я из России, потому что западные СМИ не контролируются партией. Вот так вот. А, я так понимаю, что... Ну, я вам, Дмитрий, так отвечу. Есть разные СМИ. Безусловно, в Европе и в Соединенных Штатах больше объективности. В силу просто множественности средств массовой информации, нежели в Российской Федерации. Но там тоже перекосы есть. К сожалению. Ну, я думаю, что Дмитрий, к сожалению, не знает, что основные мировые СМИ принадлежат шести семьям. Вот. Он, вероятно, этого просто не знает. Поэтому сегодня производство информации — это производство информации. Александр Дмитриевич, ну там, объективно, там, конечно, больше... Уж просите за тавтологию объективности. Я могу включить одно, второе, третье и выбрать то, что вот... Что тебе... Так в этом мудрость-то и проявляется. И сделать собственные выводы, а не то, что мне навязывает вот эта компания на яме, которая у нас... Дмитрий, вы молодец. Вы выбрали «Финам-ФМ» для того, чтобы сообщить об этом. И это правильно, потому что мы с вами... Вот никто нами не руководит и никакая партия не может мне продиктовать, о чем мы с вами сегодня разговариваем. Поэтому вы правильно выбрали радиостанцию. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Юрий, второй раз звоню, потому что второй вопрос я не задал. Нет, нет. 65-10, нет. Вот здесь я цензуру введу. Слушайте, 65-10, 99-6, под Москвой, 495. Понимаете, я понял, о чем вы хотели спросить, но Алексей Симонов ответил вот так, как он посчитал нужным. Все. Уточнение по этому слову больше не надо. Ну, правда, не надо. Хватит. Каждый из нас имеет право на свое суждение. Сильные государства хотят те, у кого... А, вот смотрите, интересно. Сильные государства хотят те, у которых ничего больше нет. Насилие бесплатно. Это в Твиттере, значит, сообщение. Дед Ядрос, он так себя подписывает, да? К сожалению, насилие не бесплатно, а бесплатно. В том-то и дело, я вот сейчас тоже задумался. Вот оно не бесплатно, а бесплодно. И вот эта проблема на самом деле... Поэтому в конечном счете оно не оправдывается. Вот в чем дело. Это так. Это так. Я просто в ответ на это скажу следующее. Вот в России сильные и социально ответственные государства нужно не для того, чтобы сегодня жизнь граждан России в рай, так сказать, земной превратить, а для того, чтобы окончательно не превратить ее в ад. Поэтому нам и нужно, я повторяю, сильные и социально ответственные государства перед народом. Вот давайте мы все-таки будем разделять то обыденное понимание сильного государства и того государства, которое ответственно перед народом. Я бы на самом деле пошел бы дальше и разделил такие понятия, как власти государства. Это имеется в виду, конечно. Потому что у нас получается так. Либо за родину, либо за свободу. И никак иначе. Если ты критикуешь власть, значит, ты предатель. Агент чего там? Госдепа, Моссада, каких еще разведок? Я и есть. Монгольская, Зимбабвийская и так далее. Я и есть. Алексей Симонов откровенно в этом признается. Да, я и есть. Агент Госдепа. Госдепа. А как же иначе? Черт возьми. А как же иначе? Вот так вот. Я меня с Велиной. Значит, вопрос на самом деле вот какой. Социально ответственное, я согласен. И только социально ответственное государство со временем может претендовать на то, чтобы называться и стать сильным. Здесь мы с вами не расходимся. На самом деле мы действительно в данном случае не расходимся. Подобное в России возможно? Да. Конечно. Значит, давайте вспомним все-таки Александровские реформы, которые, казалось бы, ложились на такую неподготовленную, на такую невспаханную почву. И вы посмотрите, сколько невероятного изменений и сколько пользы они тогда принесли. И если бы... Ну, дальше уже истории нет, согласаясь со слагательного наклоняем. К сожалению, да. Это да. Спасибо огромное. Ну, я верю в то, что Россия будет сильным государством и будет иметь и сильное общество. И самое главное, действительно, господа, разделяйте понятие государство и власть. А еще есть третье понятие общество. Безусловно. Они между собой могут коррелировать, а могут и параллельно существовать. Вот, по-моему, сейчас все три постаси российской действительности находятся в параллельном векторе своего развития. Алексей Симонов, Владимир Попов. Реальное время. Финам. Финам. Финам.